Субтитры создавал DimaTorzok Хамза в форме множественных числа Хадайк является заменой добавленной буквой Долготы, которая приходит третьей в имени женского рода. Как мы видим здесь в имени Хадико, буква Я является добавленной, а не коренной, является буквой Долготы, третьей буквой в этом имени женского рода. Это является весьма распространенным, очень общим стандартным правилом, например, Сахифатун и Сахаифу, Азиматун и Азаиму, Шималун и Шимаину. Как мы видим во всех этих примерах, буква Долготы являющаяся добавленными буквами после двух букв, везде они в формах множественных числа заменены на Хамзу. Как сказал Ибн Малико, рахима Аллах, Вальмадду зида талисан фил вахиди, хамзай юра фи мисликал каляиди. Дословный перевод, Долгота, то есть букву Долготы, добавленной третьей в форме единственных числа, Хамзы будет виднеться, то есть будет выглядеть Хамзы, в словах подобных слова Каляид. То есть букву Долготы, которая была добавлена после двух букв в форме единственных числа, в форме множественных числа будет заменена на Хамзу, как слой Каляид. Аллаху Алан. А если Харфумат, буква Долготы, являющаяся третьей буквой в слове, будет коренной буквой, а не добавлен, то в этом случае ее не меняют на Хамзу. Например, Маишатун и множественное число Мааишу. Мы не сказали Мааишу. Мааишу. Потому что я здесь корневая буква, коренная буква, от глагола Ашайишу, Аяшевосною, от мастера Аишун. Поэтому мы здесь не сказали Мааишу. Итак, Хадайку, это Исмун Суласиун Мазидун Фиихи Харфани. Это трех букв на имя, с добавлением двух букв, между Айн и Ламом, между Кафом и Далем. Сахихун Салим, так как его три корневые буквы, Ха, Дал и Каф, свободны от недостатков. Следующее число, это Вау, которое мы пропускаем, так как это Харф. Агнабан. Агнабан, это множественное число по модели Афаал, множественное число слова Инабун. Агнабан, это Исмун Суласиун Мазидун Фиихи Харфани. Это трех букв на имя, с добавлением двух букв Хамзу в начале и Альфа, между Айн и Ламом, между второй и третьей корневыми буквами. А значит, это имя Сахихун Салим, так как и Хамза, и Альф, обе эти буквы добавлены. Обе эти буквы добавлены, а не корневые. Следующий айт, это Ва Кава Иба Атраба, полногрудые сверстницы. Ва Альвау, это Харф, значит не будет здесь рассматриваться. Кава Иба, это множественное число слова Каабан. Как мы видим здесь, в форме единственного числа на конце нет признака женского рода, та марбута, который имеется на конце имени единственного числа женского рода, как например Кабирун и Кабиратун, образованные от Кабирун. Потому что это слово описывает значения или свойства, которые присущи только женщинам. Поэтому здесь нет надобности различать между мужским и женскими родами. Это распространенное явление, например, Тааликун, разведенное, Мурдун, кормящее, Хаидун и т.д. Каабан образован от глагола Кааба як Убо, быть округлым, выдаваться, выступать. Отсюда же и Каабан, лодыжки, Каабатун и т.д. Остается сказать, что Кауа Аба по модели Фа Ва Альва. Это у нас Исмун, Сула, Сьюн, Мазьидун, Фи Хи Харфан. Трех буквы на имя с добавлением двух букв, Вау и Альфа, между Фа и Айн, т.е. между второй и третьей корневыми буквами. Следующее слово это Атраба по модели Афан. Множественное число слова Тирбун. Значит, Атрабан это Исмун, Сула, Сьюн, Мазьидун, Фи Хи Харфан. Трех буквы на имя с добавлением двух букв. Хамза в начале и Альфа после второй коренной буквы. Сахихун Сальм. Так как и Хамза, и Альф не являются корневыми буквами. Следующее от этого Каасан Ди Хаа Ка. И полные чащи. Ва Альва это Харф, значит мы пропускаем его. Каасан это имя по модели Фаулен. Исмун, Сула, Сьюн, Муджарадун, Сахихун. Трех буквы на имя без добавления. Сахихун, так как здесь нет слабых букв. Ва Ирусальм, так как его Айн, его вторая корневая буква, это Хамза. Следует отметить, что имя Каасан считается в женском роде. На что указывает, например, возвращающиеся к этому слову в другом айте местомение женского рода Ха. Уискун фиха Каасан, кана миза-джуха зан-джабила. Как мы видим, миза-джуха, а не миза-джуху. Следующее слово это Ди Хаа Ка. Ди Хаа Ка это Исмуль Мастри. Это имя в значении имени действия. От лагольного имени. То есть Ди Хаа Ка в значении Дах Ка наполняет. Здесь у нас Исмуль Мастри в значении Исмуль Мафуль в значении имени поддействияного. Так же как и Мастри, например, Хал Ка в создании в значении Махлю Ка созданный. Раддун, например, отвержение в значении Мардудун, отвергаемо. Как в том известном хадисе Фахо Раддун, то есть Фахо Мардудун. Так же здесь Исмуль Мастри, имя в значении имени действия Дах Кун, здесь у нас пришло значение имени поддействия. То есть Ди Ха Кун или Дах Кун, наполнение в значении Мудах Кун, наполненный, то есть наполненный до конца. Если слово Ди Ха Кун является над, описанием и определением для слова Касан, то отсутствие признака женского рода, Та Марбуду, на его конце, объясняется тем, что Мастри или Исма Мастри употребляется без Та на конце, то есть является общим употреблением между мужскими и женскими родами. В конце скажем, что Ди Ха Кун это Исмуль Су-Ла-Си-Юн-Мази-Юн-Фи-Хи-Харфун, трех буквенное имя с добавлением одной буквы Алифа, между Айном и Ламом. Сахихун Салим, так как Алиф здесь не корневая буквы Аллаху Айнам. Продолжение следует...